Где без труда можно выловить рыбку из замерзшего пруда, что стало причиной игуанопада во Флориде и куда приехали сразу 80 элвисов, об этом и не только в нашем обзоре. Ловись рыбка! В Южной Корее стартовал ежегодный фестиваль зимней рыбалки. Не побоялись 10-ти градусного мороза и приехали в провинцию Канвандо около 100 тысяч человек. Развлечений хватит на всех. Заядлые рыбаки могут испытать удачу и с помощью снастей и голыми руками. Приготовить и отведать собственный улов можно прямо на месте. Есть отдельные площадки для детей и места для катания на санях и коньках. Хватает смельчаков и в Китае, в городе Харбин, где одна из самых низких температур в стране, устроили соревнования по плаванию под открытым небом при минус 20 градусах мороза. Участников шесть сотен. Все они уверяют, купание в ледяной воде полезно для здоровья. А в США аномальным холодам не рады. Жители Флориды собирают на улицах игуан, которые сваливаются с деревьев. Холоднокровные ящерицы замерзают до оцепенения и не могут двигаться. Зоологи говорят, животные не умерли. Они придут в себя, когда станет теплее. Страдают и черепахи. В прибережных водах волонтеры выловили около 200 замерзших рептилий. Они перестают шевелиться, если температура воды падает ниже 10 градусов по Цельсию. А север страны замело. Из-за обильных снегопадов в штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения. Непогода бушует уже третий день. А в прибрежном Бостоне улицы сначала затопило из-за шторма, а потом вода замерзла. И десятки автомобилей оказались скованными льдом. В некоторых городах температура опустилась до минус 30. Радуются таким аномалиям немногие. Например, полицейские в Северной Каролине. После того, как весь день помогали местным жителям выбираться из сугробов, устроили снежные баталии в Центральном парке. Королевский пирог длиной полтора километра испекли в Мексике. Так празднуют Богоявление, которое в Латинской Америке называется Днем Трех Королей. Это те самые волхвы, которые навестили новорожденного Иисуса. Гигантскую выпечку готовят каждый год на деньги местных властей. Пирог разрезали на 250 тысяч кусочков и угощали всех желающих. Элвис жив. Доказательство тому можно найти в британском Бирмингеме. Туда съехались 80 двойников Элвиса Пресли на официальный европейский конкурс. Подражать кумиру нужно во всем. Не только внешне, но и образом мыслей и поведением. Короля рок-н-ролла выберут 7 января, накануне дня рождения исполнителя. Последние праздничные дни в Вашингтоне. В историческом районе Джорджтаун заканчивается фестиваль света. Организаторы говорят, инсталляции не привязаны к какой-либо религии. А созданы просто, чтобы радовать людей. Украшения на улицах можно трогать и фотографироваться с ними. Праздник света длился месяц. Вдохновились авторы аналогичным фестивалем во французском Лионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова